В борьбе с огненной стихией готовы. Доказали на практике участники смотра конкурса дружин юных пожарных. На старт вышли пять школьных команд. Три из Фокина и две из поселка Дунай. В борьбе за призовые места все ребята проявили командный дух и умение действовать сообща. Однако победа досталась одной команде – лидеру. Кому именно вы узнаете из нашего следующего сюжета. Общее построение команд, короткий инструктаж, наставления организаторов и участники городского смотра конкурса дружин юных пожарных выходят на старт. Первым делом молодым огнеборцам приходится продемонстрировать свои теоретические знания в области пожарной безопасности. Затем дружины выходят на испытательный рубеж с готовностью показать себя в эстафете на специально подготовленной полосе. Каждый год ребята меняются. Одни уходят, заканчивают школу, следующие пополняются. Вот в этом году так получилось, что все новенькие. Каждый год через вот это мероприятие проходит где-то в среднем около 40 ребят старших классов. В этом году, правда, есть одни маленькие. Первая школа, они еще не бежали, седьмые классы. Вот они будут бежать. Ну, очень маленькие. Посмотрим. В составе каждой команды по шесть человек, как в настоящих пожарных расчетах. И все как один, настроены на отличный результат и победу. Любой из участников готов решать задачи, приготовленные организаторами конкурса. Закрепить надежную веревку на металлической конструкции. Преодолеть препятствия. Развернуть и скатать пожарные рукава. За считанные секунды потушить открытое пламя при помощи огнетушителя. Кроме того, в ходе соревнований юные пожарные состязались в боевом развертывании. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. Надевание форменной одежды пожарного. Меткости при поражении мишени из пожарного ствола. Все это на время и желательно без ошибок. За каждую оплошность в суде соревнований начисляли штрафное время, уменьшая шанс на победу. Было время у них подготовиться. То есть, руководители организации школ работали с ними. Перед стартом, соответственно, был еще дополнительный инструктаж с ними проведен. Ну, ребята молодые, соответственно, чувствуется, что у них есть хватка, спортивный азарт, ну и, соответственно, командная работа. Соревнования юных огнеборцев проходят в Фокино ежегодно. Традиция хорошая и нужная. В проведении мероприятия участвуют спасатели и пожарные, педагоги дополнительного образования, школьные учителя. Взрослые оставляют свои важные дела, чтобы уделить внимание молодежи. Привлечь в ряды друзей пожарных новых молодых ребят, заразить и увлечь подростков интересным делом, а может и будущей профессии. Хочу вынести благодарность дружине спасателей МЧС, пожарным подразделениям военной пожарной команды и подразделениям МЧС ПЧ номер 4. Вот они так вот добросовестно, безотказно нам все это помогают. Хотя это их дело тоже. Работа пожарного – это нелегкая работа. Соответственно, может в будущем для них это как-то отложится в голове. После выпуска на заведении примут для себя решение, что они готовы стоять в нашем строю, оказывать помощь людям, населению, бороться с пожарами и чрезвычайными ситуациями. Я могу на собственном примере сказать, что я ранее, когда еще был тоже школьником, все через это прошли, сам лично тоже принимал участие в таких же мероприятиях, ну, соответственно, в другом городе. И, как видите, я сейчас строю в системе МЧС. Я хочу сказать, что это очень интересно. Им интересно, потому что разговаривая с родителями, они приходят с такими глазами и говорят, мы умеем вот это, мы научились это сделать. И с каждым разом вдохновения все больше и больше. Я считаю, что такие мероприятия должны быть. Единственное, конечно, хотелось бы побольше зрителей, потому что некоторые детки не знают, что такое есть и может быть. И чтобы это было более массово, наверное, более интересно, потому что, ну, это нужно. Наши дети занимаются чем-то, увлекаются, и это хорошо. Значит, меньше у них времени остается на всякую ерунду. Накал борьбы, эмоций и переживаний за свои команды не оставляли участников на протяжении всего состязания. В таких соревнованиях хорошо проявляются и умение действовать сообща, и демонстрировать личные волевые качества. На этот раз победитель определялся в непростой конкурентной борьбе. Самыми быстрыми, выносливыми, способными действовать четко и слаженно оказались ребята из 253-й Дунайской школы. Вторыми стали ученики школы номер 256. Заключили тройку призеров – гимназисты. Победителям вручили оригинальные призы и кубки. Отдельные награды получили ребята, показавшие отличные результаты в номинациях «Лучший спасатель» и «Лучший пожарный». Мероприятие всем понравилось. Участники достойно прошли все испытания, показали готовность умело и правильно действовать в чрезвычайных экстремальных ситуациях.